Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! Сегодня мы с вами поговорим об образовании в Казахстане. Но не просто об образовании, а о том, как на нем наживается семья Нусултана Назарбаева, а именно его средняя дочь Динара Кулебаева. Дочь президента владеет Национальным фондом образования имени Нусултана Назарбаева из сети учебных заведений, одной из самых крупных в Казахстане. Казахстане, пусть вас не обманывает название, это фонд полностью частный и в секторе образования в Казахстане вообще очень много частной собственности семьи Назарбаева. Сейчас мы вам расскажем об этом подробнее. В самом центре Алматы есть любимые алматинцами и гостями города место для прогулок и отдыха парк Аллеи Молдогуловой и Маншук Маметовой. Но нас интересует расположенный с другой стороны старой площади здание, монументальный дворец, рядом с которым проводятся все главные праздничные мероприятия в Южной столице. Это, пожалуй, самый важный в истории Казахстана объект. Это бывший дом правительства Республики Казахстан. Постройка здания была начата в 1938 году и завершилась в 1957 году. Разные годы тут находились. Дом правительства Казахстан, дом парламента Республики Казахстан, Акимат Алматинской области. В декабре 1991 года тут был принят Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. Но сейчас здание бывшего дома правительства больше не принадлежит государству. Оно было безвозмездно передано из государственной собственности в частные руки фонда Назарбаева в 2001 году. Сейчас в большем здании парламента находится Казахстанско-британский технический университет КБТУ, председателем советских литров которого является Динара Кулебаева, дочь президента Казахстана Монусултана Назарбаева. 44 тысячи квадратных метров. По самым скромным подсчетам по 5 тысяч долларов США за квадратный метр рыночная стоимость только земли и здания составляет свыше 200 миллионов долларов США. Все эти деньги утекли из государственного бюджета в частный карман Динары. Государство могло продать это здание и инвестировать вырученные деньги в образование. В то время как казахстанским студентам не хватает общежитий, а у преподавателей очень низкие заработные платы, сумма свыше 200 миллионов долларов США могли существенно повлиять на бюджет казахстанской системы образования. Но Назарбаев и его семья не думают о стране, они думают только о своей собственной прибыли. Казахстанско-британский технический университет КБТУ был учрежден в 2001 году. Это частные учебные заведения, готовящие экономистов, информатиков и геологов. Каждый год университет выпускает около 2000 человек. Таким образом, ежегодный оборот заведений приближается к 20 миллионам долларов США. Все эти деньги могли бы принадлежать к бюджету Казахстана и вкладываться молодых казахстанцев в их образование и перспективы. Мало того, что само здание университета фактически украдено, крупный денежный оборот идет мимо государства. А ведь и только один пример из многих. Динара Кулебаева владеет очень крупными ресурсами в сфере образования. Перечислим часть этого списка. Для начала это частный фонд образования Нусултана Назарбаева. Динара Кулебаева является его стопроцентным собственником. Еще ей принадлежат частные школы МИРАЗ в городах Астана и Алматы, Международная школа Алматы, детский сад МИРАЗ в городе Астане, военизированный лицей Арстан. Кроме того, она еще соучредитель двух высших учебных заведений. Университета международного бизнеса и Международного университета информационных технологий. Основатель и президент благотворительных фонда Монтес-Алти в Женеве, Швейцарии. Помимо этого, в собственности семьи находится университет КИМЭП – Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования. Казахстанский экономический университет имени Турарус Кулова, он же Нархоз. Казахстанский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана. Казахстанская головная структурно-строительная академия. Алматинский университет энергетики и связи. Мы вам привели только один пример того, как огромные участки земли передаются из государственного кармана в частные руки семьи Назарбаева совершенно бесплатно. Они могли бы служить казахстанскому народу, но только набивают деньгами карман семьи. По самым минимальным подсчетам, Динара Кулебаева вывела из бюджета себе в карман порядка миллиарда долларов. И это только из сферы образования. Не удивительно, что семья Кулебаевых занимает одно из самых высоких мест в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Они владеют только официальным состоянием около 7 миллиардов долларов США. При этом Динара Кулебаева фактически монополизировала весь сектор частного образования. Такое положение не дает другим игрокам рынка разбираться. Любой экономист знает, что когда уничтожена конкуренция, с рынка исчезает хорошее качество продукта, а цены на продукт взвинчиваются до небес. Мы рассказываем вам эту историю и показываем вам эти кадры для того, чтобы вы понимали. Это пример того, почему у детей Казахстана нет доступа к хорошему бесплатному образованию. Если деньги из бюджета выводят в частные руки, то никакая эффективная работа государства невозможна. Демократический выбор Казахстана призывает всех казахстанцев прийти 23 июня на митинг за бесплатное образование в своем городе или районном центре. Мы будем требовать достойных зарплат преподавателям и стипендий студентам. Мы будем требовать компенсации всем иногородним студентам, чтобы они могли за эти денежные средства арендовать себе жилье в период обучения. Мы выступаем за возвращение питания для школьников. Мы против коррупционных схем Назарбаева и его семьи, как в системе образования, так и в других сферах нашей жизни. Мы считаем, что пришло время перемен. Алга ДВК! Алга ДВК!